Доброе утро всем. Смотрите, какой замечательный панорама у нас тут открывается. Здесь всегда вот сквозняк такой. Всегда прохладно. Не знаю, вот посмотрела погоду. Вроде бы солнце будет, но может подняться ветер. Поэтому, может быть, сегодня и на пляж съезжу на разведку, как говорится. Правда, не знаю еще кому какой. Вот, а пока мы делаем круг почета и на работу. Смотрите, сколько волос. Вот, видите, моя нога. А это все от одного мальчика? Это там пипец. Я его стригла и не видела своих рук, своих пальцев. Говорю, сейчас пальцы себе подкромсаю. У него не длинный волос был, но он такой кудрявый, густой. Я такого густого волоса никогда не видела. Это трындец. Я там и ножницами, и машинкой, и всем подряд. Говорю, сейчас палец себе от хиража, потому что я его вот так вот в голову кладу. И не вижу своих пальцев вообще. А мальчик еще, мальчик лет 17 ему, не любит стричься. И вот знаете, он от каждого, вот я машинку подвожу, а он уже прям вот так вот делает. Да, что ж ты так на меня смотришь, как будто я такое что-то рассказываю, непонятно что, интересное. Ну вот только я сказала, что на пляж собралась, как погода испортилась, какая-то облачность набежала. А я тут хочу, знаете что, посмотреть, есть ли люди на пляже. Сейчас вместе посмотрим. Очень мало. Вообще мало-мало. Ну сегодня вторник, в принципе. Что им там делать-то? В общем, никто не ренулся на пляж. Хотя пасмурно, но тепло. В общем, я сегодня вспомнила, что у нас рынок есть. Я хочу съездить, заехать сейчас на рынок. Он там находится по пути, можно сказать, к моему дому. Вот. И черешню купить, фрукты, знаете. А вот, сейчас посмотрим. А, ну хотя не жалко, Чарли может в машине посидеть. В общем, поживем, увидим. Тут проезжаем по такой зонам. Ну вот здесь всякие вот машины продают, все такое. Ремонтируют машины. И вот там сзади меня есть один круг, кольцо, да. Там у нас работают девушки из высшего общества, скажем так. Вот. И, то есть, сейчас же коронавирус, да. Девушки эти не могут работать. Я вот проезжала, а несколько раз не было. А сейчас гляжу, сидит в машине. Вот. Работает. Так что у нас даже девушки из высшего общества вышли работать. И так вот. Жизнь налаживается. Ренок у нас перенесли. Еле нашла, представляете. Там припарковалась нормально так. На улице прям прохладно. Довольно-таки большой рынок. В общем, затарилась. Взяла яблоки вот такие. Ну, я мужику просто сказала, говорю. Он говорит, какие яблоки? А, дай мне, говорю, яблоки сладкие, чтобы были и хрустящие. Он мне сам дал. Потому что столько народу стояло. Выбирать что-то это было нереально. Ну, они лучше знают. Ну, если это я сказала 5-6, он мне дал, естественно, 6. Чего, дурак, что ли? Так. Взяла артишоки. Такие артишоки. Вот такие. Вроде бы ничего. Чтобы сварить вот такую фасоль, просто обожаю. Я прямо ее сейчас, наверное, почищу. Вот. Обожаю вот такую фасоль стручковую. Вот. Взяла перешню килограмм. Пакетов-то, пакетов-то. По 5 евро было килограмм. Не знаю, хороший, нехороший. Вот уже гнила на дно. На рынке тоже, знаете, это как кота в мешке брать. И абрикосов взяла. В общем, не знаю. Десятку за все отдала. Дешево, конечно. Еще, представляете, сейчас вам историю расскажу. Меня преследует цыган. Домогается. Это, конечно, трындец капец какой. Вот. Уже давно, давным-давно уже. Где, не помню, когда, сто лет. Сколько помню, столько у меня и домогается. Ой. В общем, где меня видит, везде останавливается. Он там продает на рынке. Варю, сколько себя помню, столько он домогается. И, значит, это. Кричи увидела это. Всегда останавливается. Пытает. А я его знать не знаю. Я говорю, куда я к тебе под... Я даже с ним ни разу не разговаривала. Ничего. Вот. И вот постоянно. И вот это. Я думаю, а вдруг он муж моего знает. Я ему говорю, говорю, ты знаешь такого-то, он говорит, ну да, знаю его. Так вот скажи, чтобы он не приставал ко мне. Говорю, замучил, куда не иду, везде что-то кричит, пытается. И сейчас иду на рынке. Давай на весь рынок. Привет. Ниня. Ниня, о лам. А здесь Ниня, это ребенок, девочка, да? Ну, так вот. Привет. А я типа, а я иду мордой кирпичом, в маске. И, о, даже не здоровается. Блин, что я с тобой должна здороваться? Жена рядом сидит. Цыган. Вот. И начал что-то ей объяснять там. Как будто, блин, мы с ним сто лет знакомы. Представляете? На весь рынок. Ну, а я такая мордой кирпичом. Типа, это не я. Там больше никого, правда, не было. Потому что уже конец рынка там было. Вот. Достал. Вот. А он еще у нас сидит там, это. Какое-то овощи там, знаете, продает. Еще что-то. Вот так вот я чищу. Вот этой штукой. Вот эти вот надо очищать. Потому что они варятся, а потом и такие становятся не жующимися, как волос. Представляете, блин, трындец. И весь на этот весь рынок орет. Блин. Я тут себе макароны варю. Вообще вот так вот пойдешь на рынок. Хотя там это. И вот ему муж сказал как-то однажды что-то. И все. Он вроде бы оставил меня в покое. Вот проходила, нормально, не реагировала. А сейчас опять, наверное, то ли солнечное затмение, то ли коронавирус на него так подействовал. Вот. Вообще трындец капец. Рынок у нас, оказывается, только сегодня открылся впервые. Но нет, он был, в прошлый раз, по-моему, он был открыт. Говорит муж, как-то, говорит, странно, был открыт. Вот. А сегодня прямо это. Нормально все стоят. Ну, вот я за фруктами стояла. Там марокканки, блин. Они же ходят. Человек по десять. И, в общем, стояли, стояли. Ну, их там это, обрабатывал, обрабатывал один парень, а другой мужик, в общем, обрабатывал всех остальных. Ну, я встала, я недолго ждала очереди. У меня, наверное, такая приятная внешность, что... И вот я прям, мужчина передо мной стоял, тоже черешню брала, еще что-то. Вот. И все, и быстро ушел, и я ушла. Такие вот дела, друзья. К вам пристают на улице разные цыгане? А, я еще кое-что купила. Сейчас покажу. В декор, декор. Вообще, я везде успела. Мой пострел везде поспел. Сейчас ее почищу. И все. И чтобы она у меня... Воду ее положу, помою. И чтобы она у меня там была чистенькая. Аль Качофу артишоки уже завтра, потому что они чернеют. И добавлю картошку мужу, чтобы он так... Ой, у меня другой рецепт есть, тоже очень вкусный. Там помидоры. Слушайте, я так, наверное, сделала. Помидоры у меня были. В общем, не оставайтесь на связи. Будет все вкусно. А сегодня у меня спать. И опять на кухне. Ну, а где мне еще быть? Я просто хочу себе чаю поставить и... И рассказать. Не рассказать? А мнение, что ли, сказать? Не мнение даже, а то, вот как я думаю. Например, про платье. Вот читала ваши комментарии, кое-какие ответила. Что сколько людей, столько им дней, друзья мои. Если бы кто-то там написал, что мне там какое-то платье не идет или еще что-то, я совершенно на это не обижусь. Потому что кому-то нравится, кому-то не нравится. Если бы нам все нравилось одно и то же, то в магазине висел бы один тип платья. Как в этом, в Северной Корее, да? Вот у них там 12, по-моему, причесок. Вот это, вот это, вот это. И все. Но для того мы и люди, что у нас и, как говорится, свобода выбора. И много разных платьев, брюк. Чего угодно. И слава Богу, что можно выбрать. И независимо от того, что нравится кому-то, не нравится людям. Вообще мы живем один раз. И жить нужно только для себя. Для себя. Но не делая плохо окружающим. Вот у меня такой девиз. Знаете, живи для себя. Один раз живем. Не, как говорится в заповеди, не навреди. И все. Вот. И что я еще. Поэтому мне и не нравится ходить с кем-то, допустим, на шопинг. Да? Потому что идешь с двумя подругами. Одна говорит, о, как классно это все твое. А вторая говорит, фу, фигня какая-то. И все. Что делать? Покупать или убирать? Ничего не делать. Только прислушаться к своим ощущениям. Я знаете, как делаю? Я не покупаю сразу вещь, которая мне там, допустим, приглянулась. Я вот так ее померяю, посмотрю, повешу. Пройдусь по коммерческому центру или еще где-то. И вот если она у меня, эта вещь, в голове сидит, вот я постоянно другие платья смотрю. Это как мужчину, знаете. Мы любим одного мужчину, как я где-то видела. Остальных мы выбираем, а после того мы выбираем такого, как вот первый. Ну, что-то в этом роде. Так и это. У меня в голове, я смотрю на одно платье, а в голове у меня то, которое я мерила. Поэтому я потом возвращаюсь и покупаю его. Поэтому ничего страшного, если кому-то нравится, кому-то не нравится. Нормально. Кому-то нравится картошка, а кому-то макароны. А кому-то нравится и то, и другое. Как я, например. Мне не только картошка, а макароны нравятся. Мне гречка, пшено. Что там еще-то есть. В общем, все-все на свете мне нравится. О, а что тут? Ничего нет. Чаю. Хочу чаю. А, мята добавить надо. Надо мяты. Я тут. О, как пахнет. Это вообще. Зулёный завариваю. Так что, друзья, пишите, пишите на здоровье. Я поэтому и это. Общение. А если бы всегда все время писали бы, что о, как здорово, как все хорошо. Как-то, не знаю. Моё выражение сейчас будет старо, как мыль. Но я же не долгер, чтобы всем нравиться. Правильно? Ой, блин, не могу. Чего хотела-то я вообще? А, полить свою мяту. Вот она у меня вот так вся. Вот. Зелёный чай с мятой и с... А я добавила? Нет, не добавила. И с этим. С Иван-чаем. Кстати, вот, есть Винван-чай в Испании? Я что-то не знаю. Есть или нету? В общем, пусть заваривает сейчас. Полью мятку свою. И всё. И пойду дальше. Смотрю сериал дочери... Дочери Гюнеш. Дочери Гюнеш. Ну, как смотрю? Одним глазом смотрю, другим глазом на ваши комментарии отвечаю. Блин. А третьим глазом ещё где-то. А, сейчас покажу вам свои приобретения сегодняшние. В общем, купила вот такие подушки. Я не знаю почему, но мне напоминает это осень российскую. Прям вот, ну, смотрите, осень. Вот смотрю, и российская осень. Смотрите, здесь птички. Я когда увидела эти подушки, вообще, и мне кажется, они к моей картине очень подходят. Как вы считаете? Смотрите. Мне кажется, что-то есть. И они с другой стороны вот такие просто оранжевые. То есть, их можно и так, и так. И вот они подходят под это. Мне кажется, очень круто. Это вот муж любит здесь сидеть. И вот под спину он любит что-то вот так подкладывать. Вот. И более-менее выбрала похожим. Вот. Мне кажется, шикардос получился. Он вчера, кстати, пришёл и заметил. Обычно он такие вещи не замечает. А то такой, о, что-то новое. Я говорю, да. Как тебе? Он говорит, круто. О, как мне нравится эта подушка. Вот. Уже всё сложила туда. Все пледы. А это вот с прошлого года. У меня вот такой вот. Помните, расцветочка была? Кто вот новенький, не помнит, наверное, а кто вот старенький. Чарль, я вообще-то не тебя подказываю. Вот ему кладу вот сюда вот этот вот коврик, потому что он ложится туда и смотрит на балкон. У меня есть пара фоток даже в инстаграме, как он это делает. В общем, вот это. У меня есть, знаете, что? У меня есть чудо-чемодан с такими... Уселся там. Думаю, что я его погладила. Сейчас ему чурчит. С моим, можно сказать, так, приданным. Вообще, знаете, у меня... Знаете, наверное, меня воспитывала бабушка. И вот она, наверное, думала, что я замуж выйду лет 18, если не раньше. И у нас же, как в деревнях было принято, готовить приданное девушкам. У меня столько приданного этого было. Господи, я чем больше начинаю кричать, он ещё больше орать начинает. Всё, я замолчала, и он молчит. Вот видите, про что я говорю. Я здесь, и он здесь. Вот. И у меня было два сундука таких, вот старинные сундуки с приданным. Постельное бельё было. Там я не знаю сколько всего. Ночнушки какие-то. Покрывала разные, красивые. Вот знаете, 90-х годов китайские. Вы, наверное, все помните. Я сейчас, кстати, сейчас, что я сижу-то? Можно же и разговаривать, и показывать. Сейчас достану вам чемодан с приданным. Ну, естественно. Я же из дома свалила. Мне 18 не было. И моё приданное потихоньку уходило по родственникам. То есть, что досталось, то досталось. Точнее, почти ничего не досталось. Ну, какое приданное. Ну, тут сейчас уже бабушка у меня всё. Когда ты замуж? Когда ты замуж? Когда? Никогда. Вот. Ой, у меня, смотрите, вот эти бутончики скоро распустятся. Класс. Надо её, кстати, полить. Не, ну ты посмотри на него, а. Оно совсем не даёт общаться с людьми. Ты чё такой, а? Крикливый. Надо у него тут убраться. Сейчас, в общем... Ой, вы задели немножко. Сейчас вам покажу свой чемодан. Есть вот одно вот такое покрывало. Зачем я храню всё это? Не знаю. Это, наверное, больше чем как память уже идёт. Потому что вообще оно... Рисунок, конечно, красивый, но... Не знаю, что это такое. А ещё вот это прям вот китайское-китайское. Помните такое? Наверное, у многих было. Покрывало тоже. С наволочками. Ой. Вот. Приданное моё. А ещё одно есть. Такое красивое, розовое. Не знаю где. Вот. Такое вот у меня. Приданное. Очень много всего было. Наборю ночнушки и всё. Ну, мне, бабушкам, знаете, каждое лето сушили, перекладывали. Как она говорила, жарили на солнце эти чемоданы. Не чемоданы, а эти, как их называют, сундуки. Вот. К приданному. Я всё вот высматривала, смотрела, как этот чахло над своим золотом. Кощей Бессмертный. Паласы какие-то. Коври я она покупала. Всё, говорит, в приданное, в приданное. Даже не знаю, кто этим пользовался и что, и как. В общем, вот так вот. И вот у меня чемодан есть. Сейчас в этот чемодан я всё обратно сложу. Нет, я этим ничем уже не пользуюсь. Это больше уже как, знаете, вот раскрыла, посмотрела, вспомнила. С вами поговорила. Как бы вот так вот. Память. Всё, больше ничего. Ну, куда это всё? Куда это вот стелить-то? Да, ну? Вот. Ну, а ещё я хочу вам немного новости рассказать про то, как у нас обстоят дела с вирусом. В общем, вчера у нас не было ни одного умершего, представляете? Ни одного. И всего лишь 71 человек заражённые. Это вообще, мне кажется, зашибись во всю Испанию. 71 человек и ни одного умершего. В общем, да. И к мужу на работу приезжали. Я не знаю, кто мне так и не ответил. В общем, мы делали тесты. На вирус. Естественно, ни одного позитивного. Поэтому... Поэтому вот так вот. Идём на поправку. Эти новости очень долго ждали, чтобы прям вот... Знаете, когда увидела, я даже не поверила, что это как так. 71 человек на всю Испанию и ни одного умершего полезло во все другие там интернет, на другие страницы. И да, действительно так. Так что держим колочки. И всё будет зашибись. Ну что, друзья, я не вижу какого-то ажиотажного пляжа. Убрали красный флаг. И никто ни за кем не наблюдает. Вот видите. Ну и нормально тут. Погода хорошая. Время 6 часов. А все люди любят в 6 часов приходить на пляж. То есть дистанцию. Я говорила, я в прошлом году, когда приезжала на пляж, и по моим видео можно было заметить, что у нас не такая прям вот какая-то прям зона. Может быть в августе, да, там в 3-4 ряда. А сейчас нет такого ажиотажа. То есть ещё и рано. И в июне в прошлом году мы в кофтах ходили. Вот видите. Купайся не хочу. Нужно, говорят, 10 метров от кромки воды, чтобы было. Ну, всё нормально, всё зашибись. Собакой нельзя. Ну, это естественно. У нас там в конце есть, кстати, собачий пляж. Я тоже на него ходила в прошлом году. В общем, всё как всегда. Ничего необычного. Может быть, знаете, города такие, как Барселона, Малага, такие большие, знаете. Там, да. Там людей много. А у нас всё будет спокойно. Ведь здесь ещё такие образные. Хоть картошку сажай. Ой, блин. У нас так зимой спахивали. На зиму. Землю же потом зимой. Вот картошку после зимы картошку сажать. И тут так же. Кстати, я сегодня у нашей мэрши видела, что она говорила. Подстригли вот эти вот. Эти. Вот эту дорожку новую сделали. Её прямо перед вирусом. И подстригли пальмы. Ой, так вот. Ой, так вот. моя рыба кушает смотрите уже нами покушал сладкий так в общем я сейчас на завтра варю фасоль стручковую закинула туда пару артишоков вот завтра сделаю с хамончиком и себе на ужин сейчас тоже немножечко отложу вот такой мне сегодня не будет ни фруктовый ужин а вот фасоль я обожаю фасоль стручковую могу ее есть просто без всего без масла без всего что я сделаю сейчас и наверное рыбушь себе заварю у меня же есть этот есть яблоко с чем-то купила недавно в общем все ходи она вот уже знаете сходила в душ помыла посуду потому что так как муж даже и кушать не приходит посуду приходится мне мыть их кончилась моя лафан в плане посудомытия ну ладно переживем вот а с вами я прощаюсь ставим лайки подписываемся и пишем комментарии все самого наилучшего всем пока пока